Аркадные бои. Реалистичные бои. Симуляторные бои. Одни хейтят других за светофор, другие же хейтят их за стоялого в кустах. А третьи страдают от очков возрождения и вынуждены играть в другие режимы. Но все они играют в один проект, War Thunder. Всем хай! С вами Укус. В данном видео я бы хотел с вами поговорить на тему, чтобы вы поменяли War Thunder. Призываю вас писать комментарии под этим видео и предлагать свои варианты, но будьте объективны, вы должны понимать, что игру нельзя сделать такой, чтобы она нравилась всем. А я в свою очередь предложу свои варианты, вернее, те, что меня напрягают. Это будет мое личное мнение и вы не обязаны с ним соглашаться. Короче, погнали. В аркадных боях есть такая упрощенная механика для игроков, как маркер упреждения или светофор. В простонародье крестик. Эдитные папки из РБ хейтят аркадников за одноклеточный геймплей и салибу по этому самому крестику, но не все из них понимают, что, во-первых, этот крестик, он показывает информацию на самом клиенте и она разница с сервером, а во-вторых, его нельзя отключить, опционально, как маркер, который можно отключить в авиационных аркадных боях. Вопрос, почему? Если есть возможность в настройках выбирать вид от наводчика, выбирать маркер упреждения, почему нет возможности отключить светофор? Или сделать его просто белым, чтобы он не показывал желёный, красный, жёлтый? Добавление данной функции может помочь игрокам плавнее переходить в другие режимы и немного снизить хейт. Раз уж затруднули тему респов, разберём ситуацию со сменой подвесов в РБ. Вы взяли бомбы на аэродроме и полетели убивать танкистов на сильных танках. Победили. Сбросили все подвесы и полетели на филд. Вы понимаете, что на данном этапе у противника очень много слабой электробронированной техники, но много зенита. Логичным выбором будет сменить подвесы с бомб на ракеты, так как особо близко подлететь не получится. Садитесь на филд и видите, что нельзя сменить подвесы. Почему? Ведь в начале боя вы взлетаете с этого же филда и можете выбрать эти самые подвесы. Странное решение и очень спорное со стороны разработчиков. Ох уж эти текстуры. Я не знаю, как можно было это допустить, но некоторые текстуры имеют прозрачность. Ультра графика, всё выключено на максимум. Невозможно поразить танк, так как снаряд пропадает в невыдимой текстуре. В каком-то давнем патче правили камни, но не на всех картах. Если вы знаете, какие текстуры ещё также не отрисовываются, то напишите в комментарии. Пополнение экипажа это конечно хорошо. Продлевает жизнь танкам и всё такое. Но что делать, когда ты убиваешь всех членов экипажа, кроме наводчика, и он тебя ваншотит в ответ? Почему в РБ пополнение производится на точке, а в аркаде становится доступен после прокачки модуля и потери одного члена экипажа? Всё это нужно, чтобы уменьшить ваншоты. Чтобы игрок имел второй шанс и мог ответить. А что тогда делать другому игроку, который страдает от этого? Я считаю нужно ввести некое оглушение экипажа. Допустим, произошло пробитие камборным снарядом. В танке из 4 человек остался только наводчик. Он может навестись и выстрелить. Но, после взрыва 150 грамм взрывчатки в банке, в которой он сидит, это ему сделать должно быть как минимум некомфортно. Должна снизиться скорость наведения, а также увеличится разброс орудия на определенное время. К примеру, пару секунд. И тогда это будет максимально честно по отношению к обоим игрокам. В игре есть БК первой очереди, которая позволяет быстрее производить заряжание орудия. А также механизм заряжания такой как барабан. Быстрый КД, класс, 5 секунд на некоторых машинах. Только вот следить за количеством снарядов в этих самых укладках и барабанах сложно. Приходится включать рентген и смотреть сколько же снарядов осталось в укладке. Почему нельзя просто сделать счетчик снарядов для укладки отдельно? Это же в разы будет удобнее, чем каждый раз клацать рентген. Наглядно видно сколько БК и как тебе нужно действовать в определенной ситуации. Ремонт это вообще больная тема в игре War Thunder. Порой думаешь, что это какой-то символет ремонта, а не игра про танки. Проблема в том, что при большом количестве поврежденных модулей, первым чинится то, что первая получила повреждение. Я считаю это неправильно и нужно дать выбор игроку, что именно первым он должен чинить. Порой бывает ситуация, что из всех модулей нужно починить двигатель, чтобы уехать, а иногда наоборот ствол. Также при ремонте, если вас поджигают, ремонт сбрасывается. Вопрос, почему и зачем он это делает? Они что, все разом его тушат? Это очень сильно напрягает, так как ремонт мог быть 50 секунд. Пожар должен добавлять время ремонта при его тушении, а никак не обновлять полностью весь прогресс. Играешь такой себе на 3.7, никого не трогаешь, но звено в противоположной команде думает иначе и бросает 4 бомбы по 1000 кг на твою команду. Но почему-то, когда ты играешь на 6.7 и выше, тебе дают ИЛ или японский реактив, у которых одна бомба 2 тонны, а у второго 800 кг. При том, что танки на этом БР не мардеры какие-то, а тяжело бронированные машины. Про штурмовики вообще молчу. Фока с авиационными ракетами это просто забей. На мой взгляд, авиация должна быть с нагрузкой для такого БР, где она используется. Должен быть стандартный сетап. Истребитель с лентой, которая эффективно может бороться с самолетами. Стурмовик с ракетами. И бомбардировщик с бомбами. А что мы имеем по факту? За вылетные истребители дают Живелин. Лат-9 и так далее. С наземной лентой. Они начинают падать на танки, бросая летящие штурмовики и бомбардировщики. Игроки, которые ничего не сделали в бою, но их команда побеждает, имеют шанс вылететь и упасть на вас. Возможно, единственный шанс вашей команды. По итогу, хотелось бы увидеть нерв ленты истребителей, ребаланс штурмовиков и бомбардировщиков. А также очень важное видение, такое как отмену вылета с вычетом очков. Накопили вы на штурмовик, выбрали вылет, но видите, что к вам едет противник. Отменить вылет никак. Приходится выпрыгивать с самолета и тратить время. Было бы удобно, если бы сделали отмену вылета. Аркадная ЦА была бы довольна. Мало кто в игре может эффективно отыгрывать на легких танках и легких САУ в аркадных боях. Как правило, один фраг и в ангар. Причин этого множество. Разрушение корпуса, артиллерия, авиация и так далее. Любой самолет всегда ищет сладкую цель на одну ракету. Проще заштурмить 5 ЛТ, чем 1 ТТ. А маркера этому только способствуют. Вот и приходится прятаться за разными объектами. А что если их нет? Сейчас принцип игры на легкобронированной технике с халлбрейком такой. Берешь ЛТ первым респом. Если ты не сделал фраги в первые 5 минут боя, то считай, что ты поиграл. Через 5 минут противники уже смогут взять истребитель или штурмовик. Ну а дальше вы поняли, что произойдет. Второй респ на ЛТ не имеет смысла, так как вас также заштурмят. Чтобы такого не происходило и ЛТ хоть как-то конкурировала, нужно принудительно отключить маркера для самолетов у легких танков и САУ. Либо же добавить модуль скрытность, при активации которого с вас пропадает маркер. Напоминаю, это аркада и ни о каком реализме речи здесь не идет. Данная механика бы упростила геймплей на ЛТ и на этот класс можно уже будет взглянуть с другой стороны. В далеком 2015 в боях были боты. В прямом смысле, были добавлены для массовки. Кто-то даже фармился на них, но сейчас не об этом. Также были миссии в бою, командир ботов и груз.д. На карте появлялся конвой из танков и нужно было уничтожить командирскую машину. После выполнения миссии у противника отнималось час очков. Также и груз падал в рандомном месте, который нужно было забрать. Данная механика позволяла сделать камбэк по очкам, если все прям плохо. Но от данной фичи решили отказаться. Почему, не знаю. На данный момент это можно реализовать в боях так. В танковой аркаде есть вылеты на самолетах. Добавить ботов в виде одного бобра и пару истребителей. Игроки, набившие фраги на вылет, могут взять истребитель и его сбить. А вот с грузом куда интереснее. Он может падать рандомно, а может сбрасывать этот бот, которого будут пытаться сбить. При поднятии груза можно починить танк или пополнить БК, прям как в царь горы. Данная механика разбавила бы однотипные скучные бои и расшевелила бы игроков обеих команд. Каждый из нас хоть когда-то играл на только что открывшемся танке с токовой конфигурацией. И я более чем уверен, что с каждым случалась такая ситуация, что при выезде с респа на каком-нибудь режиме захват, вам прилетал прострел и крытовал орудие или поджигал. Так как у вас нет ремки, вы скорее всего вышли из боя. В авиабоях присутствуют аэродромы. Там всегда можно починиться и пополнить боекомплект. А вот на танкистов все положили болт и обделили их такой возможностью. Почему нельзя сделать ремонтную зону на респе, чтобы по ситуации можно было приехать и починить свой танк, а также пополнить снаряды. Это актуально и необходимо на режимах захвата. Ибо там нет домашней точки, а есть только одна, центральная. Это всего лишь часть того, что можно поправить. Не стесняйтесь писать ваши варианты правок в комментарии. Ну а с вами был Укус, подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. И жмите ваш мужицкий лайк. Видео каждый день, 10 по Москве.